Сегодня мы поговорим опять о выборах и определим, случайно ли определен вот этот срок выборов. Нам назначен 18 марта 2018 год выборы президента. Ну там уже первые кандидаты у нас зарегистрированы на данный момент и будут еще зарегистрированы кандидаты. Но само число выбрано почему-то 18, не 11, не 4, не 25 марта, а именно 18 марта. Мы сейчас посмотрим случайно это или нет было выбрано такой выбор. Так, ну чем характеризуется это число? Вот мы опять обратимся к Пифагорушке нашему и он нам дает на это число такую матрицу выборы президентские 18-го, 3-го, 18-го года. Какими цифрами характеризуется? Во-первых, сумма 12 не такая высокая, но дельта 0, то есть выбран день не случайно уже здесь. То есть стремление сохранить существующий статус-хво по президентской власти. Будут стремиться это статус-хво на выборах сохранить. Далее, будут какие-то компромиссы сделаны, 3 единицы. То есть закулисные какие-то компромиссы межпартийные по отдаче голосов определенному кандидату. Ну, 3 двойки вот эти, это говорит, что выборы будут таких, значит, духоподъемный характер будет обеспечен, харизматические выборы. Логика будет определенная, пятерка. Ну, вот будет под управлением непорядочных людей. Видите, не случайно тоже. Под влиянием непорядочных людей. Вот эти две восьмерки. С одной стороны, будут стремиться нам обеспечить комфорт на выборах, а с другой стороны, тайно будут руководить непорядочные люди. Очень высокая амбиция будет на выборах. Эта амбициозность большая. Ну, по деньгам, видите, то есть расходные будут эти выборы, большие затраты понесут. И R-Link мы видим здесь вот нулевку, и будет обеспечено то, что в этот день будет спад самочувствия людей, как раз в этот день будет спад самочувствия и спад везения. Семерки не будет, и не будет ума и памяти, как говорится. Они не будут знать плохие, хорошие стороны кандидата. Еще будет суматошно выборы происходить в этом отношении. Какие слова там, какими словами будет этот день характеризоваться? Ну, во-первых, скука. Слова дня вот этого выборного дня, то есть определенные слова из календарей друидов, календарей и других календарей, из китайских мудрецов. Вот эти слова набраны такие в этот день. Что превалирует, какие чувства? Чувство скуки, неустойчивости. То есть будет неопределенность. Ревность противоречия, ревность. Ну, вот ревность. Вот эти карусели отслеживать, будут ревниво следить за своими голосами. То есть наблюдатели будут ревниво следить. Общительность. Будет общаться все, нас будут ловить прайберисы и все такие прочие, чтобы входим, за кого будем голосовать, выйдем, тоже будут спрашиваться, за кого проголосовали. Вот так и общительность. То есть реализм, наблюдательность и реализм. То есть наблюдателей будет очень много на выборах. Видимо, не случайно этот день выбран. Организованность. Ну, определенная организованность. Будет силовые структуры смотреть за порядком на выборах, чтобы не было там никаких эксцессов. Но в то же время скрытость, тайность. Ну, ясно, что там подсчет голосов-то ведется не тайно, и вбросы осуществляются тайно. Вот. И скрытость, и тайность, и обман. То есть в этот день характеризуется обманом. Командой погонялась всякие погоны. Гонять будут людей, выполнять определенные будут команды эти люди. И авантюризм-фокусы. То есть этот день связан с авантюризмом, и с определенными фокусниками тут будут царить на этих выборах. То есть вот чуровстан вот этот, и людоедка Элочка такой, что будет продолжатель этого чуровстана. Вот чем будут характеризоваться эти выборы. То есть вот, видите как, матрица Пифагора, она нам позволяет замыслы, вот эти коварные замыслы организаторов, вот этих кугловодов, выборов, как это будет все происходить. То есть матрица, вот эта, является как бы четвертой пространственной координатой, которую сейчас пытаются физики вот это открыть. Но мы знаем, что у нас три координата. Это высота, ширина и длина. Вот и ищут еще пространственную четвертую координату. Ну как пытаются ее искать, этому уже дополнительно сейчас я отвлекаюсь, но в то же время по теме, потому что матрица это она, это и есть наша четвертая координата, матрица Пифагора. Ну определю первое. Ну что значит, начнем с размерности, самой простой. Размерность равна единице, у чего будет? У линии. То есть это представить можно как поезд. Поезд, который двигается, ну, транс, такая, восточный поезд, экспресс. Восточный экспресс. Вот он длинный такой, и там люди находятся, как вот если сверху посмотреть на них, с дирижабли, то там, ну как вот такая лента, небольшая ниточка будет этот поезд виден. Вот это одномерный случай жизни, и там в этой линии живут, шевелятся люди, как-то все это происходит, просвещение. Впереди горит фонарь, он там может светить через весь поезд, кто-то будет загораживать этот фонарь. Люди расположены по поезду вдоль поезда неравномерно, в некоторых вагонах сидят побольше. Но если представить идеальную линию, то это будет вот как на идеальной линии точки расположены, точечки. А, ну, светило где-то расположено, и тень бросает это светило, и мы определяем, что мы вот находимся, нельзя ни вправо, ни влево двигаться, а только в одном направлении, только вперед. Или только назад. Вот это как вот история, как говорится. Это одномерный случай. Второй случай – это плоскость. Плоскость как можно? Вот, допустим, на плоскости все у нас происходит, как на поляне. Здесь расположены люди как точки, и они эту верх и низ уже не могут, а только на плоскости живут. Вот, представить, как если точки незаметно, вот как эти вот, с дрона-то видно, этих террористов бегают там около автобуса. И вот они на плоскости как бы располагаются, вот эта плоская жизнь. А их освещает что? Их освещает солнце, вот эти вот лампы трехмерные, с третьей координатой освещение производят. И вот мы, значит, как мы, плоские жители, видим трехмерный объект. Вот будем считать, что это у нас трехмерный объект. Вот эта вот авторучка, да? И трехмерный объект мы видим как? Как тень, вот тень падает или от руки, или от ручки. Вот тень падает от лампочки на эту плоскость. И мы по тени определяем, что вот над нами какой-то объект. По тени как бы можно определить, что у нас вот этот над плоскостью что-то есть. Но это нужен источник, который из более высокой координаты светит. Из третьего измерения светит вот эта лампа-то у нас. Вот мы видим эту тень от авторучки. Также предполагается и четвертую координат определить. Вот у нас есть, значит, комната, три координаты. А четвертая координата как должна быть? Определиться. От тени от чего? От Солнца? Нет, не от Солнца. Потому что Солнце в нашем трехмерном мире живет тоже. И все планеты, и все галактики, все в трехмерном. А какое должно быть Солнце-то? Другое какое-то Солнце нами невидимое. Мы его не можем даже видеть, потому что оно в другом измерении находится, в более старшем, в четвертой координате. И даже может быть в пятой. И с пятой оно светит, на четвертой, и мы видим, да, в пятой оно должно светить. И с пятой координаты, вот в пятой координате лампочка светит на четырехмерный, на наш пространственный объект. И этот объект уже четырехмерный, он бросает тень в наше трехмерное пространство. Как вот тень ангела какого-то, да, его нематериальная какая-то тень, она нам кажется нематериальной. Но она на самом деле нематериальная, но от этой материальной тени мы предполагаем, что есть какой-то там предмет более высокого порядка. Вот таким образом сейчас ученые хотят увидеть эту четвертую пространственную координату. Вот так. А мы с этой вот матрицей, с Пифагоровой, тоже как с координатой, как-то заглянули в будущее. И определили, еще раз подтвердили, что все не случайно делается. Что это вот 18-е, выбран не 11-е, не 25-е, не 4-е марта. А именно 18-е, потому что оно удобно. Вот для чего удобно? Для фокусников, авантюристов, для обмана, для скрытости и тайности, и при этом организованности. Наблюдательность можно, как говорится, проявить и общительность, и все это, и ревность, и противоречие, и неустойчивость, и свою скуку, как говорится, проявить. Ну, конечно, многие будут скучать, это для нас выборы, это не критическое, мы на них редко ходим. В основном у нас процент явки где-то, исключая Южной Республики, у нас где-то 11%, 20% это много. Вот таким образом мы очередной прогноз на выборы сказали, то есть ничего там хорошего не светит, то есть будут сплошные фокусы, подтасовки, обман, скрытость и тайность. И все будет под управлением, под влиянием непорядочных людей. Вот такие вещи. Это наш еще очередной прогноз на выборы. До следующих встреч, будьте здоровы, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok